В преддверии вчерашнего оперативного совещания в правительстве Республики Башкортостан в Белом доме ходило много разговоров о том, что Урала Кельсинбаева отправляют на Донбасс. И Радий Фаритович не ударил в грязь лицом, не разочаровал широкую публику, начал он оперативное совещание именно с этого события. Действительно, Урал Тагирович срочным образом был командирован на Донбасс, но вовсе не в качестве добровольца или бойца какого-либо из батальонов Башкирии, а в виде курьера, который отправил туда очередные посылки и ништяки от правительства Республики Башкортостан. В данном случае Кельсинбаев был командирован для поднятия боевого духа. Бойцам он вручал именные часы от имени главы региона Хабирова. Об этом был продемонстрирован ролик, который Хабиров назвал очень сильным. На ролике Кельсинбаев, обряженный в некое подобие военной формы, выдает хронографы бойцу под псевдонимом «Туман». Ну, прямо скажем, ролик, конечно, имеет весьма сомнительные кинематографические качества, но некую духоподъемность безусловно в себе несет. Хабиров, похвалив это коротенькое кино, заявил, что он тоже собирается, как он сказал, к зиме съездить на Донбасс. Удивляет, конечно, оптимизм главы региона. Есть, конечно, шанс, что ехать придется совсем недалеко или существенно ближе, чем сейчас пришлось ехать Кельсинбаеву. Ну да ладно. Ничего Хабиров никак не прокомментировал из того, что происходит вокруг всей вот этой мобилизационной истории в Башкирии. Я имею в виду странные выплаты по 2-3 тысячи бойцам за службу. Ничего он не сказал также и про фактические реальные условия, в которых находятся люди, призванные из Башкортостана там в зоне специальной военной операции или в местах так называемого боевого слаживания. В общем, достаточно формальненько все это дело Хабиров обрисовал, но как обычно восхищался видосиками, которые сами же себе и наснимали. Далее в вступительной речи Хабиров констатировал прирост индекса сельхозпроизводства в Республике Башкортостан на 18,6%. Понятно, что это последствия вот этого немыслимого урожая, который собрался на полях нашего региона. Не факт, правда, что удалось его сохранить и складировать. Пошли дожди, огромное количество зерна так и осталось под открытым небом, но это нисколько не смущает руководителя региона. Отмечу от себя явный перекос в сторону растениеводства, которое приросло на 41% в этом сезоне, а вот, например, животноводство приросло только на половину процента. очевидно, есть такой крен-перекос, но тут мы уже много раз говорили о том, что сложились факторы и погоды, и природы, и постковидного показателя этой урожайности, так что все это абсолютно закономерно. При этом показательное то, что Ради Фаридович вдруг как-то резко замолчал о своем любимом индексе промышленного производства, которое стремительно снижается как во всей Российской Федерации, так и в Республике Башкортостан, и Ради Хабиров закономерно перестал говорить о том, что вообще существует такой индекс. Было бы любопытно узнать, насколько снизилось промышленное производство в Республике за истекший месяц. Комментируя последнее решение Владимира Путина Хабиров заявил, что по повелению главы государства в Республике создан оперативный штаб режима базовой готовности. Задачи этого штаба Хабиров характеризовал, как, цитирую, все те же, обеспечивать бесперебойное развитие Республики. Конец цитаты. Ну, нафига тогда вообще этот штаб создавался, если задачи все те же? Похоже, что Ради Фаритович не уловил гениальную идею Владимира Путина по поводу всех этих штабов, мобилизационных образований и всевозможных советов. В общем, конечно, прилетит еще Хабирову из Москвы методичка. Завершил вступительное слово к оперативному совещанию Хабиров и вовсе анонсом. Как он сказал, собрался вот 27 октября провести прямую линию со мной. Уважаемый коллега, 27 октября в 19.00 состоится прямая линия со мной. Так он про себя сказал. В смысле, не со мной, а с ним. Ну, то есть, вот так вот прозвучало. В общем, 27 октября в 19.00 на БСТ и прочих кошерных каналах Республики пройдет прямая линия вопросов и ответов ради Хабирова. Хабиров, суть по всему, собрался ответить за все и перед всеми. Ну, по крайней мере, так громко это все прозвучало. Ответственным за сбор вопросов назначен тут же на месте Максим Васильевич Забелин. Не завидую Максиму Васильевичу. Если ему придется соприкоснуться хотя бы с малой частью тех вопросов, которые накопились у жителей Республики, то, конечно, как бы можно только посочувствовать тому, в какое положение попадает Забелин, хотя бы даже читая все эти вопросы. Я понимаю, что вопросы будут отобраны тщательным образом, состоять в основном из благодарности дорогому руководителю, будет подбавлено немножко проблематики, такой решаемый, такой небольшой. Знаете, у нас тут ведро отвалилось от телеги, не поможете приделать? Да, конечно, поможем. Смотрите, уже помогли. Ну, в таком ключе. Но, в принципе, конечно, все равно будет любопытно. Я лично тоже буду смотреть 27 числа. Посмотрим, насколько Хабира в состоянии отвечать вообще за то, что он натворил тут у нас за 4 года. Далее Радий Фаритович поинтересовался у госпожи Прочаковской, что же, в конце концов, интересует жителей республики, ну, по крайней мере, на протяжении предыдущей недели интересовало. Прочаковская выдала дежурный список проблем. На первом месте стоит мобилизация, потом дороги, благоустройство, ЖКХ, медицина, социальное обслуживание, образование, транспорт, строительство и вывоз твердобытовых отходов на десятом месте. Главный вопрос по мобилизации – это призыв отцов троих и более детей. Как выразилась Прочаковская, до 19 октября этот призыв вроде как считался законным, после 19 октября вроде как не считается таковым, но насчет законности тут тоже много вопросов. Хабиров, выслушав вот эту проблему, решил поговорить только о ней, потому что ну, не про дороги же говорить там или про медицину какую-нибудь, надо говорить про мобилизацию. Так вот, он заявил, что существует некое разъяснение Министерства обороны и нужно принимать решение об отзыве отцов троих и более детей с мест слаживания. И вот здесь есть, как говорится, как обычно, дьявол в деталях. Хабиров заявил о том, что около 200 человек из Башкортостана призваны, мобилизованы в Министерство обороны в Российскую армию, и это 200 человек, которые имеют троих и более несовершеннолетних детей. Как выяснилось впоследствии, буквально через пару часов на самом деле этих людей существенно больше, их около 270 человек. Хабиров заявил, что их нужно срочно всех вернуть, если они находятся в местах слаживания и если для этого есть юридические механизмы и основания. Вот эти оговорки, которые выдал дорогой Радий Фаридович, по сути, перечеркивают на самом деле всю эту идею и превращают ее в очередной достаточно такой нелепый пиар. Не может не знать Хабиров, что подавляющее большинство людей, призванных из Республики Башкортостан, уже покинули места боевого слаживания и отправились в зону специальной военной операции. Естественно, речь не идет про азата-солдата, который боевое слаживание проходит по месту проживания в теплой постельке и в комфортном тире на улице Владивостокской. Речь идет о тех людях, которых реально призвали и мобилизовали в конце сентября, начале октября. И они, конечно, уже в это все свое боевое слаживание прошли. Многие у них уже находятся на передовой. Так вот, из зоны специальной военной операции Хабиров даже не мечтает их забрать. А еще ему нужны некие юридические основания, а еще ему нужны механизмы, как он выразился. В общем, конечно, на самом деле шансов вернуться у отцов троих и более детей очень немного. Конечно же, нам явят пару-тройку удачных примеров, когда кто-нибудь из какого-нибудь района, смотрите, ура-ура, вернулся домой. Но я вас уверяю, что подробного отчета о том, что 270 человек или около того вернулись, будучи мобилизованными неправильно, так скажем, да, с нарушениями вот этого разъяснения Министерства обороны, мы не увидим такого отчета. И, конечно же, подавляющее большинство из этих людей так и останутся в цепких лапах Министерства обороны. Обсудили на этой оперативке и старый добрый ковид. Как-то уже совсем архаично звучала статистика, выданная господином Рахматуллиным, 328 704 заболевших за уже почти два года, да с лишним уже, этой эпидемии. В больницах находится 229 человек и за неделю падение заболеваемости составило 13%. Как обычно, у Министерства здравоохранения есть проблемы с арифметикой, но если складывать показатели последних трех-четырех недель, то заболеваемость должна уже стать практически нулевой. Но они все каждый раз, значит, выдают минус, 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 но нуля так и не наступит. Отметим отдельно, что все больные ковидом в Республике Башкортостан, по крайней мере все, кто признан таковыми официально, находятся в специализированных госпиталях, которые были воздвигнуты специально для решения этой проблемы. Также отмечу от себя, что по сути существует система сокрытия заболеваемости на данный момент. Я говорю о том, что врачи неохотно признают заболеваемость ковидом и всячески агитируют больных, особенно болеющих в легкой форме, не заявлять о том, что они болеют ковидом, а соглашаться на то, что они болеют чем-нибудь другим таким респираторненьким. Это осталось. Я не знаю, в чем тут причины и зачем так нужно Минздраву, но такое происходит. Я заявляю это на основе моего опыта общения с людьми, непосредственно болевшими недавно ковидом в Республике. Далее дежурным образом обсудили ситуацию в ЖКХ на дорогах. Исполняющая обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Ирина Александровна Голованова сообщила нам бодренько о том, что было только два аварийных отключения более чем 8 часов. 13 аварий продлились чуть менее 8 часов. А также случилось чрезвычайное происшествие на Приуфимской ТЭЦ. Отключалось электричество и теплоснабжение более чем на 19 часов. Вот этот момент, кстати говоря, весьма тревожный, потому что зима еще не пришла, а ТЭЦ уже остановилась. Причем надо отметить, что все еще ни одного ракетного удара не было нанесено по энергосистеме Башкортостана, а он уже начал ощутимым образом сбоить. Количество дворников госпожа Голованова на этой неделе довела до 2959 человек на всю Республику. При этом простой арифметический подсчет показывает, что всего лишь за неделю Ирина Александровна смогла рекрутировать дополнительно 395 дворников. На прошлой неделе она заявляла, что их осталось только 2564. В общем, честно говоря, вот эта чехарда с количеством дворников надо бы Ирине Александровне немножко притормозить и перестать, на самом деле, говорить про численность дворников. Во-первых, она смехотворна. Мы уже говорили о том, что один дворник приходится на 6-7 или 8 дворов, а это абсолютно нереально вообще, чтобы там была хоть какая-то уборка. Во-вторых, есть ощущение того, что цифру численности этих дворников Ирина Александровна называет от балды. Но откуда она берет эту цифру, если она у нее колеблется более чем на 10% в течение одной недели? Такого быть не может на самом деле. Ну, по крайней мере, в нормальном мире, но у Ирины Александровны получается. Вот уже больше месяца мы не видим в эфире оперативных совещаний правительства республики министра транспорта и дорожного строительства господина Булушева. С того самого момента, как над его головой сгустились тучи и начались обыски на его рабочем месте и жилище, в общем, конечно, у нас пропал из эфира. Может быть, Радий Фаритович научился быстро реагировать на такие вот посылы и такие вот события и отстраняться от токсичных своих сотрудников или еще какая-то причина. Но в этот раз тоже докладчиком по вопросу дорог и состояния в области безопасности движения был зам Булушева Жульков Виктор Михайлович. Как говорят злые языки в Белом доме, над головой Булушева сгустились тучи не случайно. Он вступил в конфликт с одним из могущественных игроков на этом рынке и чуть ли не поступил заказ в федеральные правоохранительные органы на репрессии в отношении господина Булушева. Но те же самые злые языки говорят, что вроде как ситуация разрулилась и разрешилась. Отмазали, отбили господина Булушева из цепких лап кровавого режима и вроде как пока еще судьба Беляева не грозит Булушеву. Но тут, как говорится, лиха беда начало, стоит коготку увязнуть. Так что будем наблюдать за этой ситуацией внимательно и посмотрим, чем дальше завершатся все вот эти конфликты и какова будет судьба господина Булушева, господина Битума Республики Башкортостан. А то, что касается безопасности дорожного движения, то Жульков сообщил нам о 80 ДТП за прошедшую неделю, в которых пострадало 100 человек и погибло 8 человек. Суммарно количество погибших на дорогах в Республике Башкортостан уже достигло цифры 327 человек. Но пометуя странное соревнование между погибшими в специальной военной операции и на дорогах Башкирии в упрек Константину Борисовичу Толкачеву, скажем, что количество погибших в специальной военной операции, конечно, уже превысило количество погибших на дороге. И логика Толкачева о том, что не надо цепляться за свою жизнь, у нас народу больше гибнет на дороге, уже перестало работать. Далее заслушали очень важный, на самом деле, по смыслу, по сути доклад о готовности дорожного и жилищно-коммунального комплексов Республики Башкортостан к зимнему периоду 22-23 годов. Естественно, докладчики были все те же. Жульков Виктор Михайлович рассказал нам о том, насколько готовы дороги Башкирии к грядущей зиме. Начал Виктор Михайлович с того, что созданы штабы по борьбе со снегом. Ну блин, ну вот буквально на прошлой оперативке Радий Фаридович сказал, что создавать штабы, наверное, не надо. Но тем не менее Жульков создал штаб. Вот это мания созданию штабов и к умножению и умножению вот этих штабных работников, видимо, не знаю, может они боятся мобилизации, может они пытаются тем самым прикрыть свои задницы и сказать, что не-не-не, мы тут уже на фронте, в штабах. Ну, в общем, штабы множатся. Также Жульков сообщил о том, что мониторится погода, то есть буквально по Яндексу, и погода транслируется гражданам, тоже, видимо, по Яндексу. Очень смешно было услышать, что комплекс АСУДД, тот самый пресловутый, который нифига не работал и вызвал массу конфликтов, этот комплекс у Жулькова работает как часы, штатно. 86% дорожной техники подготовлено к зиме, 91% запасов песка уже сформированы для посыпания, а также 100% соли, необходимые для того, чтобы также посыпать наши дороги, уже заготовлены Виктором Михайловичем. Отдельно Виктор Михайлович остановился на безопасности участка дороги в сторону Белорецка, так называемом Тещином языке. Там поставят, знаете что, для безопасности, там поставят ящики с песком. Ну, теперь-то уж там безопасность возрастет, видимо, в разы. Речь не идет ни о каких компенсирующих заграждениях, еще каких-то моментах. Напомню, что в прошлом году несколько человек насмерть разбились на этом участке дороги, но теперь там будет ящик с песком, который поставит Виктор Михайлович, который, видимо, решит все проблемы. Судя по всему, и судя по докладу Жулькова, никакие реагенты от компании СОДА, от БСК, так и не поступили в массовое производство и применение в Республике Башкортостан, а уж как про них дышали, как про них дышали, и сколько раз, дорогой Радифаритович, напоминал о необходимости их использовать. Не знаю, что там не заладилось, не знаю, какая проблема, но вот почему-то уже не говорят про этот реагент, который должен был производиться вроде как даже из отходов производства соды, но, в общем, все очень красиво звучало и складывается впечатление, что звучало это, как говорится, только к слову и тогда, а теперь реализовываться не собирается. То, что касается готовности комплекса жилищно-коммунального хозяйства к зиме, то, естественно, вызвали на сцену Голованову, которая заявила, концептуально заявила, что зима – это экзамен для системы ЖКХ, ну, прям это, открыть в граните. Ну, потом Ирина Александровна показала примерно те же самые, если не те же самые картинки, что показывал Жульков, с этой коммунальной техникой такие оранжевые покрашенные два грейдера, значит, они один и тот же показывают. Укомплектованность штатов предприятий жилищно-коммунального хозяйства у Ирины Александровны на данный момент 80%, это маловато, если честно. Готовность техники тоже 80%, ну, вот укомплектованность, тут опять вернемся к дворникам, ну, вот эта численность дворников, конечно, которую на самом деле нужно увеличивать, ну, как минимум в пять раз. То есть, вот, ну, Ирина Александровна говорит, что 80%. Также она с гордостью отчиталась, что 100% на квартирных домов, 15,5 тысяч, обеспечены отоплением на данный момент, ну, уж, знаете, к концу октября, это, само собой, понятно. Ну, есть только единичные жалобы, как выяснилось Ирина Александровна, там, на перетопы, недотопы, но с этим она активно борется. Слушая Голованову в полуха, Хабиров потребовал от мэрии Уфы дословно не проиграть битву со снегом. Уфимцы на это реагируют болезненно, напомнил Хабиров. Но вы эту битву против снега-то не проиграйте. Уфимцы, они очень реагируют болезненно на наши недоработки, поэтому, пожалуйста, прям вот. Чувствуется некий мандраж у главы республики перед природными явлениями. Явно он понимает мощь и могущество природы и свое бессилие перед снегопадами. Понимает он также, что все упреки и недовольства жителей Уфы, то есть каждого четвертого жителя республики Башкортостан, по поводу скверной уборки снега и прочих осадков в столице республики, конечно, все это недовольство будет адресовано лично ему Хабирову, потому что вообще вот этот вот парень на самокате, я имею в виду мэра Уфы, это ведь все равно плоть от плоти Хабиров. Это же он притащил его в это вот, вот это юное дарование на двух колесиках сюда в Уфу и назначил его фактически мэра Муфы. Конечно же, Радио Фаридовичу и отвечать за этого Мавлиева. Далее Хабиров завершил этот вопрос тем, что как бы зафиксировал ответственность своих подчиненных, что, кстати говоря, довольно новое явление вообще в взаимоотношении Хабирова и его команды. Он поймал всех на слове и сказал, что фиксируем высокую готовность дорожников и ЖКХ республики к зимнему периоду, ну, чтобы потом не отнекивались и никому не пришло в голову заявлять, что, ой, знаете, у нас тут вот там тракторов не хватает, там еще что-то. Хабиров отдельно напомнил, что он неустанно закупал за бюджетный счет коммунальную технику и для Уфы, и для некоторых районов республики, и теперь, в общем, никакие отмазки не сработают в грядущем году. Не знаем мы, конечно, насколько могущественны молитвы Хабирова к Всевышнему о том, чтобы он сниспослал на несчастную землю самую суровую зиму, которую призывает Хабиров на голову европейцев. Ну, как бы эта суровая зима, как говорится, по нам не отлетела. Так что надеюсь, что ради Фаридовича ничего не получится. С этим колдовством, пускай зима будет помягче, мы ее пройдем поспокойнее. Потому что очевидно, что система жилищно-коммунального хозяйства республики изношена очень серьезно, что система с точки зрения администрирования не готова к серьезным вызовам и, не дай бог, где-нибудь что-нибудь лопнет, как в Белорецке в прошлом году, так мы тут будем сидеть по много-много дней без тепла, газа и света, как повезет. Так что нет, пускай зима будет теплой и пускай европейцы ее перенесут нормально, да и мы, как говорится, здесь ее перенесем хоть как-нибудь. Завершили оперативное совещание на мажорной ноте. Заслушали такой лайтовый докладишко руководителя Башкультнаследия Полставалова Олега Владимировича, давненько его вообще не было в эфире, с тех пор, как господин Полставалов провалил свою деятельность на посту министра земельных и имущественных отношений, его отправили управлять ветхим хозяйством культурного наследия республики и, кстати говоря, он вполне себе там органично смотрится. Нахватался терминов, прямо щебечет, как по писанному, вполне себе органично смотрится. Вот нашел человек свое призвание. Так вот, господин Полставалов сообщил нам о том, что оказывается 2023 год является вовсе не борьбой с наследием Бандеры или годом выжигания фашистской гидры из сердца Европы, нет. Оказывается, 2023 год Владимиром Путином объявлен годом культурного наследия народов России. Вот ни больше, ни меньше. Не знал. Ошарашен. На фоне всего этого господин Полставалов сообщил, что в республике Башкортостан 5822 памятника культурного наследия и только в одной Уфе их 900. А еще у нас есть 1956 памятников архитектуры. В общем, есть где разгуляться. Главной гордостью господина Полставалова, конечно же, стал и остается Шульганташ. Это вообще наше все. Он остановился отдельно на этом объекте, сообщил, что он теперь является центром протяжения бизнеса и доходов и вообще всего-всего-всего. И не только в Бурзианском районе, но и вообще везде. Соответственно, как бы вот. Отдельно в Уфе гордостью Полставалова стал Арт-квадрат, который он назвал несколько эклектичным, выучив вот такое словцо, но при этом очень хвалил. Также Олег Владимирович сообщил нам, что и усадьба Бухартовского, и дом Тихонина наконец-то нашли своих инвесторов. Ну, правда, уже в который раз, если честно. Но ничего. Будем верить, что в этот раз основательные навсегда и будем наблюдать, как эти объекты архитектурного наследия расцветают в центре Уфы и как они сохраняются для потомков. Ну и главным, конечно, пунктом в докладе господина Полставалова был музей кочевых цивилизаций, который он сходу охарактеризовал как личный проект Хабирова и сообщил о том, что полным ходом идет проектирование и разработка концепции этого музея кочевых цивилизаций. Хабирову это упоминание прям понравилось, бальзам на душу он расцвел и так разулыбался и самодовольно добавил, что сам он находится в творческом поиске концепции музея кочевых народов и давайте пока не будем останавливаться вот на таких и таких вариантах. В общем, там есть где разгуляться. Вообще, творческий поиск и творческие тандемы ради Фаритовича должны нас начать уже пугать. Ну, хотя бы своей многочисленностью. Вот на прошлом совещании он там рассказывал, что у него теперь, значит, творческий тандем с неким скульптором и он теперь, значит, будет устанавливать статуи и монументы по всей Башкирии, как говорится, не щадя живота своего. Теперь, значит, у него тут творческий поиск начался концепция музея кочевых народов. В общем, на самом деле, впору начать беспокоиться, тем ли занимается на самом деле глава республики Башкортостан, все ли проблемы насущные решены и можно ли ему заниматься исключительно искусством и музейной деятельностью. Также Хабиров напомнил в контексте доклада Полстовалова о проекте улицы Октябрьской революции. Хабиров, конечно, оговорился, что об этом проекте, как он сказал, много говорили и долго говорили. В начале следующего года, 23-го, Хабиров надеется, что к реализации этого проекта приступят. Ну и реализация этого проекта, по его словам, займет 2-3 года. Так, минуточку. То есть мы перестали вообще говорить о том, что вот эта улица Октябрьской революции, она формируется и делается там какой-то там туристической, исторической именно к 450-летию Уфы. Или у нас 450-летие отодвигается на неопределенный срок, дочеркнуется со всей этой точностью хронологии. Вообще, давайте внесем ясность. Очевидно то, что финансирование, федеральное финансирование на юбилей города не получено. По крайней мере, ясности с этим нет. И теперь они начинают размазывать кашку по тарелке. Судя по всему, опять найдутся желающие там поживиться земельными участками вокруг этого проекта в обмен на какое-нибудь способствование. Ну, в общем, то, что будет твориться вокруг улицы Октябрьской революции, я думаю, что еще долгие годы будет вызывать вопросы. А то, что она не получится к 450-летию, да и вообще может не получиться, для меня становится все более очевидным. Редактор субтитров А.Семкин